Всем привет, с вами Михаил Супер, посмотрите какая у меня классная девятина. Итак, даже надпись вокал на магнитолке означает то, что мы будем вокалить на дороге. Ну что ж, пойдем прокатимся, посмотрите как горит панелька зеленым цветом. Кайфово же. Так, вторая передача. Включим аварийку. В принципе, обычная девятка, ничего особенного. Но мне нравится ее цвет. Такой бирюзовый прям. Такое ощущение, что прям это девятка там, 2000-х годов. Обычно тогда такие цвета были модные. В автомобилях. И вот, наша тачка валит. Можно на ней делать, что хотим. Так. Сразу до 60 может отгнать. Так. Сейчас попробуем заглохнуть. И заново. Завестись. Хе-хе. Вот я ее бью, и ей ничего не делается. Все, заглохает. Едем спокойненько. Вот как она может. Так. Нормально так. 120 км в час на пятой. Чем-то напоминает обычную девятку из GTA San Andreas криминальной России. Не, ну явно модель схожая. Только вот ручки там другие были. Всех просто уделываю на свои девятки. Городской стиль вождения. Все дела. Ну, я считаю, что модель неплохая. Особенно классический руль такой порадовал. Вот. Хоть и не низкая панелька, но все равно. Прикольно. Сделали. Кстати, у кого есть девятка с низкой панелью для 3D-инструктора, кидайте ссылочку, я хочу прокатиться и на такой. Хе-хе. Просто. Быстрее она не поедет. 120 км. Но почему-то на спидометре у нас показывает 110. Обратите внимание. Тоже очень странно все это. Очень странно. Ого, на первой разгоняемся. На третьей уже гоняемся. Это что за дела? На четвертой мы, значит, можем удиловать. Все остальные машины еще быстрее. Но вы это сами видите. Оказывается, вот, четвертая передача на таких машинах работает гораздо быстрее, чем пятая. Важно правильно управлять вот этим автомобилем. Итак, вот, уже 170 будет. На четвертой передаче. То есть, ей даже пятая не нужна, потому что на пятую она ехала 120. На четвертой она едет 170. И, в принципе, ничего не меняется. Ну, я сейчас заведу ее. Так, ладно. Снова на первый. На второй. Дожимаем это все дело. Внезапно она у нас превращается в мощный кар. Типа гиперкар, который может разгоняться там со скоростью света при ударе боковом. Ну, вам нравится девятка вообще? Мне вот нравится. Чисто такой пацанский автомобиль. Ее даже можно затюнить. Но у нас она, в принципе, в таком классическом виде. Их сейчас редко так встретишь, эти машины. Вот она даже приору разбила и ничего ей не делается. Потому что это девятка. Мне нравится абсолютно все в ней. Ничего лишнего. Даже тренировки не надо. Пофиг, что аквариум. Главное, что едет. Все эти стрелочки красные. Вообще прикольно. Мне нравится, что 3D-инструктор позволяет вот так вот от первого лица кататься. Вот, в реальности же так не покатаешься вообще. Да и мне кажется, в реальности никакой у меня машины и не будет. Буду всегда на общественном транспорте кататься. Собственно, зачем она мне? Все это очень сложно. А здесь прям можно развлечься и уютненько прокатиться. Почувствовать себя владельцем этой замечательной машины. Вот. Даже чуть-чуть бы еще и перевернулся. Ну-ка, на первый. На второй. До скольки разгонимся. Так, до 90 почти разогнались. На третий разгоняемся до 120 скорее всего. Да, где-то так я и говорил. На четвертый. Так, ну она вот валит. Это видно. А если я пятую переключу, то все сломается, мне кажется. ну, это прикольно разогнать свой автомобиль до такой степени, что все трясется аж. Вот откуда они тут появились? Две машины на двух полосах. Вот опять не хочу глохнуть, хочу ехать дальше. А куда ты едешь? Ты не видишь, что ли, что девятка едет? Не знаю. По мне, так это классно. Это русская мечта. Машина для гетто. Пятидверный автомобиль. Шикарно просто. Не знаю, она мне напоминает такой голос улиц 90-х. Эту машину вообще даже сейчас круто иметь. Потому что ну, все равно по ней видно то, что вы на нее сами заработали, то, что машина такого трудяги. у нее дизайн такой прикольный. В принципе, с 80-х, но ничего, зато можно дрифтить вот так вот. Все это мне очень нравится. Вот. Моя девятка будет самой крутой на районе. Да, даже если вот застревает она. Ну, ничего страшного, ведь это девятка. Это не какой-то там УАЗик. Передний привод. Вот она буксует. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Михаил Супер. Еще увидимся.